Дмитрий обратился к нам в редакцию после того, как столкнулся с предложением необычной услуги в соцсетях. Узнавал про нотариальные доверенности, чтобы они были официальные. Мне уверяют, что это на госзнаке это все сделано. Бывают с базой, бывают без базы. То есть с базой это где в базу прям вносит этот документ, что он бьется по базе. То есть что это настоящее. Без внесения в реестр нотариальных услуг 15 тысяч рублей с внесением 40 тысяч. По такой цене нотариальные доверенности предлагают на черном рынке в интернете. Переписка в режиме онлайн. По ту сторону экрана мошенник поэту Дмитрий. Мужчина нашел в телеграм-канале десятки чатов, которые торгуют сомнительными бумагами, как уверяют продавцы, с якобы водяными знаками и печатями. Масса предложений, где предлагают доверенности не только на автомобили, там и на квартиры. Такой вид, как завещание, то есть все это подделать. И человек может лишиться всего движимого, недвижимого имущества. Это жизни людей на самом деле. И человек, оказавшись в такой трудной жизненной ситуации, бывает так, что доказать свою правоту, даже если он докажет, то обратно деньги уже в него не получится вернуть. Нотариусы призывают оформлять необходимые документы только в нотариальных конторах и создают сервисы проверки, которые помогут выявить подделку. Бланки изготавливаются на специальной бумаге с использованием водяных знаков. Используются иные средства защиты этих бланков. Также на бланках используется последовательная сквозная нумерация. Кроме того, для защиты любого нотариального документа на документ наносится специальный QR-код. QR-код с подлинника невозможно продублировать, перенести на другой документ, поскольку каждое нотариальное действие вносится в единую информационную систему нотариата. Проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит, есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Бланк за 40 тысяч рублей, который предлагают в интернете, возможно, с какими-то водяными знаками, QR-кодом, но он точно является липой, потому приведет вас на фейковый сайт. Последний якобы подтвердит подлинность нотариального документа, но от этого он не перестанет быть липой. Однако проверять документы нужно. Для этого созданы все условия, подчеркивают нотариусы. Только делать это необходимо на безопасном официальном ресурсе – в сайте Федеральной нотариальной палаты. Здесь легко просканировать QR-код документа и получить действительно актуальный вердикт по нему. Если перед вами оригинал, система выдаст фамилию, имя, отчество нотариуса, который оформлял данное действие, нотариальный округ и другие реквизиты. Если же при сканировании документа на экране высвечивается запись, в настоящий момент информация в QR-коде не может быть проверена, есть повод усомниться, а не подделка ли это. Также с помощью публичных реестров на сайте Федеральной нотариальной палаты совершенно бесплатно можно при покупке автомобиля узнать, был ли он в залоге. Для этого достаточно ввести его в ВИН. Кроме того, на сайте можно узнать, действует или отменена доверенность, у какого нотариуса заведено наследственное дело. Главное, подчеркивают нотариусы, быть бдительными при оформлении любой сделки документа, перепроверять их и помнить, что обращаться за подобного рода услугами нужно к реальным, а не виртуальным специалистам. Валентина Аскирова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.